ароматное воздушное нежнейшее тесто сегодня покажу вам как его приготовить и какая красивая получится пасха давайте скорее будем начинать готовить вот такая смотрите нежнейшая мягенькая смотрите какая она мягкая прелесть тесто у нее смотрите волокнистая посмотрите какое красивое у нее тесто шикарная просто шикарная крупный изюмчик боже мой какая-то красота друзья начинаем готовить потому что мне не терпится скорее есть привет вы снова гостях у танюшки и сегодня мы готовим пасху ни для кого не секрет чистый четверг это самый благоприятный день для пасхи поэтому мы просыпаемся принимаем холодный душ надеваем на себя хорошее настроение в доме у нас чистота и порядок главное тишина и мы начинаем готовить вкусная пасха это пасха на опаре нам надо сделать опару у нас пол литровая баночка молока мы его должны нагреть все наливаем форму и обязательно хорошо нагреваем не горячая хорошо теплая на теплое молоко две столовые ложки сахара и 2 теперь у нас есть 100 граммовая пачка дрожжей мы эту пачку распечатываем и разводим ее теплых дрожжах ой в теплых дрожжах говорю в теплом молоке вот так раскрошить и размешаем растворим это молочки рукой хорошо разводим проще после того как дрожжи наши разошлись добавляем 10 столовых ложек муки обязательно просеиваем и все муку просеяли теперь это все перемешиваем и оставляем тепло месте опару подходить приблизительно минут 30 так хорошо вымешиваем после того как мы перемешали хорошо теперь накрываем полотенечко вот так и оставляем приблизительно будем смотреть 20-30 минут как у нас есть пока стоит опара 300 грамм сливочного масла ну хоть и комнатной температуры но все равно нам его надо растопить поэтому в миску еще одну пачку туда пачки мы немного отрезали все отправляем на плиту до полного растворения вот так по чуть-чуть она начинает уже плавится уже почти раз в растопленное масло добавляем подсолнечное масло полстакана 4 столовые ложки теперь сюда же мы должны добавить сметану добавляем сметану 250 грамм сметана у нас стопленого молока можно брать обычную теперь добавляем сюда щепотку соли и 300 грамм сахара вот так отправляем сюда соль и высыпаем весь сахар всего сахара 300 грамм у нас было так у нас ванилин если у вас ванильный сахар ничего страшного можно ванильный сахар отправляем сюда и и начинаем убивать по одному яйца и пятая и пятая вот так яйца смешиваем сюда так опара у нас уже готова смотрите какая она красивенная поднялась была шапочка и только тогда когда шапочка опустилась видите видно на кастрюле шапочка наша упала видите вот только теперь выливаем сюда сдобу вот так потихонечку потихонечку смотрите как отправляем суздок в опару теперь все аккуратненько перемешиваем рассеиваем сюда килограммчик муки постепенно добавляем добавляем потихоньку теперь начинаем вымешивать и добавлять естественно еще муку замесили пока ложкой теперь еще муку а теперь переходим на ручной замес вот таким образом сначала в кастрюле а потом будем на столе хорошо вымешивать вот так вот так а теперь на стол вот так и продолжаем на столе хорошо вымешивать вот так забиваем все вот так стол обязательно притрусить надо мукой или аликой ну в смысле подсолнечным маслом как вам удобней вот так еще подсолнечным маслом смажем и еще замесим как я повторяю в каждом видео дрожжевое тесто вымешивается долго во всяком случае 15-20 минут это точно все тесто у нас готово теперь мы его должны вот так расплюснуть в такой пласт вот так теперь у нас есть промытый и обсушенный изюм мы его присыпаем вот так вот слегонца мукой вот так этого будет достаточно и теперь этот изюм вот так вот отправляем сюда обязательно не забывайте изюм присыпать мукой тогда он равномерно распределиться по всему тесту вот так вот рассыпали немножко его туда придавили и теперь немного его вот так вот слегонца придавливаем и сворачиваем вот так с этой стороны так и опять его немножко вот так как бы вымешиваем тесто мы уже замесили изюм мы туда уже добавили можно добавить сухую вишню клюкву что вы любите любые сухофрукты и когда уже все это вымесили отправляем обратно в кастрюльку ну приблизительно на час будем смотреть вот так и в теплое место прикрываем полотенечко вот так полотенечко и в теплом месте оставляем мы уже подготовили формы теперь формы я хочу смазать подсолнечным маслом вот так я наливаю в одну форму вот так я наливаю в одну форму вот так вот так вот так и заставим обратно залезть в кастрюлю вот так убегает не надо чтоб убегала вот так все ребята все мы тесто наше достали на стол на столе удобнее работать так а теперь чтоб мне было еще удобнее я наверно вот так вот друзья как я всегда отделяю половину вот так я это делаю вот так мне удобнее просто работать с ним так одну половинку обратно туда так а здесь мы посмотрим вот так вот у нас на три части сейчас разделим вот так одна и вот так еще вот такие у нас получились три шарика вот такие у нас шарики получились смотрим чтоб изюмчик сверху у нас не выглядывал и опускаем все вот так в форму вот так вот так вот так так следующую вот такой шаричек сюда так и третью тоже вот так вот в форму вот так вот так все теперь берем оставшееся тесто и делаем то же самое так прячем изюмчик так делаем шарички такие и вот так форму опа вот так вот так с этим точно так же подворачиваем под низ и делаем шаричек такой вот так вот так вот так вот так и еще одну вот так вот так тесто мы уже положили и теперь прикрываем пленочкой и оставляем на расстойку пасочки наши уже поднялись вот такие они у нас красивые пленочку снимаем вот они наши красавицы и теперь их в разогретую духовочку отправляем смотрим потом на какое время так пасочки уже наши готовы мы их достали с духовки и сейчас будем делать глазурь отделяем белок от желтка или желток от белка кому как больше нравится так и будем его взбивать яйцо обязательно с холодильника об желудочек добавляем постепенно порошочек сюда вот так я сначала миксер не включаю чтобы у нас порошочек наш не разлетелся по всей кухне вот так сейчас весь так я взяла голубенький вы смотрите сами сейчас сейчас в каждом магазине нужно купить ладонь такого цвета так красивенькую делаем шапочку вот так вот так теперь пока она у нас такая красивенькая будем будем ее украшать жемчугом у нас есть вот такой вот красивый жемчуг и сначала берем крупный какой красивый красивенный какой красивый так теперь я хочу еще меленького добавить есть меленький вот такой добавим его сюда вот такие друзья у нас получились сегодня пасочки сначала распределим по всем паскам что ну а если по моему фу будет обеспечить как вы поправляемся сначала по чуть-чуть каждую и теперь все поправить и навести красоту и вот так теперь бусинками все обсыпем сначала по чуть-чуть мелкими вот так крупными вот такие друзья сегодня паски мы с вами приготовили глазурь мне захотелось взять сегодня голубенькую посыпала ее таким жемчугом ну вы конечно украшаете на свое усмотрение а пасочки получились очень пышные поэтому обязательно попробуйте мой рецепт пишите свои комментарии с вами была танюшка всем пока пока